ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума одобрила в первом чтении увеличение лимита выплаты по Европротоколу с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Напомню, что оформить незначительное ДТП без сотрудников ДПС можно, если столкнулись две машины, ущерба другому имуществу и вреда здоровью людей нет, виновник аварии очевиден и этого не отрицает. Оба водителя должны иметь действующие полисы ОСАГО. Возможно, в скором времени Европротокол будет распространен на дорожные происшествия с участием двух и более авто. ТРАССА СТО ОДИН МВД собирается возложить на автомобилистов новую обязанность. Цитирую. При вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток, либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами свето-возвращающего материала. Данную формулировку ведомство планирует включить в ПДД. Причина – рост числа аварий, где машина сбивает вышедшего в темноте на дорогу водителя. ТРАССА СТО ОДИН Правительство страны поддержало инициативу Министерства внутренних дел касаемо того, чтобы наказывать нарушителей ПДД на основании любительской видеозаписи. Полиция в данном случае не будет обязана доказывать правонарушение, искать виновника и свидетеля, оформлять документы и так далее. Единственное требование к заявителю, сделавшему видеозапись – регистрация на портале Госуслуг. В среднем 60% парка легковых автомобилей в России – иномарки. По данным агентства «Автостад», больше всего легковушек зарубежных брендов – 95 с лишним процентов – в Калининградской области. На втором месте – Приморский край, на третьем – Сахалин. Не жалуют забугорные авто в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Там их порядка 20-30% от общего числа. Трасса 101. «Лада Ларгус» будет работать и на бензине, и на газе. Выпуск двухтопливного универсала, как пассажирского, так и грузового, «Автоваз» планирует начать во второй половине следующего года. Скорее всего, машина получит такие же двигатель и газобаллонные оборудования, как у «Лады Веста Си-Эн-Джи», продажи которой начались минувшим летом. Минимальная стоимость авто с учетом скидок – 589 тысяч 900 рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101. «Лады Веста Си-Эн-Джи»